С вами Борис Тенцер и программа Контакт по понедельникам. Здравствуйте, как поживаете? Вот у нас тут большие ураганы. Ну прямо, как не день, так. То ли дождь, то ли ветер, то ли... Но снега не было. Но в любом случае, понедельник и пришел, значит пришел наш день с вами. Пришел день, когда мы с вами садимся и начинаем обсуждать, а что можно в этом мире еще сделать такого, чтобы сделать его интереснее, лучше. Что бы мы могли изменить в этом мире? Ну, как вы понимаете, я это предложу специально, чтобы ту тему, которую мы сегодня, и тот гость, который очень интересный гость, который у нас сегодня в студии, вам показался очень даже вовремя. Потому что у нас с вами всегда есть идеи, как этот мир изменить. И свою жизнь тоже, кстати, иногда приходится менять. Но в любом случае, у нас хорошее с вами настроение, у нас с вами хорошая погода, несмотря на прогнозы и дожди. И у нас с вами интереснейшая встреча с интереснейшим человеком. Я не напрасно все это, как бы вас закручиваю, накручиваю и настраиваю. Дело в том, что действительно, когда я познакомился с этим человеком и узнал его идею, послушайте идею, как спасти Израиль и по-новому подойти ко всем проблемам, которые существуют в Израиле. Когда я это услышал, мне показалось, ну, окей, у нас есть еще один человек, который, ну, я не скажу так, на Израиле слишком перетрудился. Но на самом деле этот человек, зовут его Иосиф Яков Лев, этот человек действительно продумал и предлагает нам послушать свою интересную идею. Поэтому я желаю вам хорошего знакомства и хорошей недели. Яков, Иосиф Яков Лев. Здравствуйте. Добрый день. Вот вы написаны и вы подписаны, что вы автор оригинальной идеи спасения Израиля. Прежде чем мы будем спасать Израиль, мне бы хотелось вас спросить, вот скажите, вот последнее время постоянно в прессе мы видим различные сообщения о том, что лидеры Израиля должны быть, их должны судить, солдатов тоже собирается судить, европейский суд, там разные государства. то есть, даже бывают случаи, когда политические деятели Израиля, военные деятели, не выходят из самолета, дабы их не арестовали в той или иной стране и возвращаются обратно в Израиль. Поскольку вы так много думаете и занимаетесь Израилем, скажите, пожалуйста, это что? Это эпидемия? И можно ли против этой эпидемии каким-то образом спасаться? Очень приятно при таком замечательном ведущем и при таком замечательном вступлении говорить. Я бы только сказал, что это не идея, это конкретная последовательность операции, которую нужно сделать, конкретная последовательность, значит, очень четко я проработал законы, на основании которых можно провести эти работы. И мы сейчас их изложим. Они изложены в книжке и с вашей помощью мы сейчас это расскажем людям в первом приближении и я надеюсь наши встречи продлятся. Хорошо. Ну так, вот так, для примера. Ну вот сейчас я попрошу показать несколько фотографий. Вот первая фотография, например, вот, wanted. То есть, вот этот человек разыскивается, да? Ищем, разыскивает, его разыскивает Интерпол, да? Кто его разыскивает, кстати? Это Ольмарт, это бывший премьер-министр Израиля. Да, да. И таких 15 человек. Но этот, этот ордер на арест вообще говоря не предъявляют полиции, но есть ордеры предъявляющие. этот, если вы видите наверху, там символика ООН. И вообще говоря, сейчас на этом сайте... Символика ООН? То есть, это ООН? Сначала это было сделано, да, под егидой ООН. Значит, потом израильские юристы очень много с этим воевали, и все, что они смогли сделать, они сменили верхнюю символику. Если вы зайдете, я могу сказать... И теперь что? То же самое, эти обвинения висят. Но? Но ООН там не присутствует уже? Только символика ООН не присутствует, и не присутствует имя прокурора Гааги. Значит, сами обвинения висят на английском, на еврейском. Ну, смотрите, я тоже могу... Вот мне не нравится мой сосед. Я возьму, тоже повешу на интернет, что он мне не нравится, я как бы на него зол. Ну и что? Ну, вообще говоря, это достаточно официальные обвинения, против которых израильские юристы довольно долго бились, и, в общем-то, ничего сделать не смогли. Этот сайт закрывался не менее четырех раз. Но это все равно не является юридическим законом. Страна, куда приедет Ольмарт, ну, кроме Соединенных Штатов Америки, может действительно его арестовать на основании этого сайта? Не на основании этого сайта, на основании других сайтов уже арестовывали, как, например, Дарон Альмок, есть такой замечательный человек, я с удовольствием расскажу о нем подробнее. Он был выдан, значит, на его арест был выдан настоящий ордер судьей, приехала полиция в аэропорт Лондона, и он вынужден был бежать, в общем-то, под защитой охранников Эл Аль. Он спрятался назад в самолете. Я не знаю, сколько у нас сейчас времени, я могу вам много подробнее рассказать. То же самое произошло с Шаулем Мафасом, тоже с другими людьми. То есть, сегодня лучшие бойцы, именно бойцы, то есть, сегодня люди думают, что главное дать разрешение на бой, выпустить танки, выйти. Лучшие бойцы нужны убегать с поля боя. Такая ужасающая ситуация. Смотрите, ну, получается вообще парадоксальная ситуация. Солдат израильской армии, ЦАГО, в какой-то момент он начинает думать, то ли мне слушаться сейчас командира, то ли я сегодня, или вчера считал в интернете, что меня могут судить и посадить на 8 лет, на 10 лет, где-нибудь, я не знаю, там, в Амстердаме или еще в какой-нибудь третьей стране. Что делать этому солдату? Вот мы и нашли... Хотя, хотя, я прошу прощения, хотя, командование Израиля заявляет, мы вас защитим, на самом деле, они не могут защитить? Они не могут защитить даже себя. Вот именно этому я посвятил много лет работы, и это не идея, это совершенно точно выверенные юридические действия, которые позволят защитить и весь Израиль, и каждого отдельного солдата. Мы сейчас об этом поговорим. Хорошо. Как защищать? Сейчас. Нужно еще сказать, что это не только обвинения, от которых убегали. Хайп-альхейп такой есть, например, бедуин, который получил 8 лет тюрьмы за кейс, который можно было отбить элементарно. Отдел он сидит? Дети 8 лет. Он спрятался в Израиле, но ему 8 лет. Теперь вслед за ним дали обвинение на пятерых высших начальников и откупились тремя миллионами долларов, но при этом сказали, что Хайп-альхейпа защищать не будут все равно, и прокуратура от защиты его отказалась. Хорошо. Значит, пока с этим мы закончили, мы теперь давайте разберемся. Какова ваша идея защитить этих людей? Это самый главный вопрос, и мы о нем поговорим подробно. Сейчас я скажу, значит, главная, основная величина. Я-то очень долго работал с английским законодательством, которое сегодня действует и основой международного законодательства, и в Израиле, в общем-то, действует, и везде. И я нашел там очень четкие линии защиты. Как, например, скажу самое первое, которое легче всего понять. Значит, к сожалению, во всех профессиональных книжках написано, что Англия владела мандатом на Палестину. Значит, на основании английских законов, сейчас я их покажу и расскажу, я показал, что Англия категорически мандатом на Палестину никогда не владела. Секунду, секунду, секунду. Мы торопиться не будем. Мы с вами говорим о очень серьезных, интересных вещах, и я бы хотел, чтобы наши телезрители имели возможность как бы вдумчиво маленькими дозами и маленькими ложечками. Вы противоречите. Англия, мы все знаем, имела мандат на Палестину. Именно это я нашел в английском законодательстве, что мандатория или мандатор по-русски ни в коем случае владельцем не является. Мандатория, это примерно как инкассатор, даже меньше. Согласно английскому законодательству, если я, например, даю вам 100 долларов, чтобы вы кому-то передали, вы еще даже не являетесь в мандатория. Если вы подписываетесь сами, что вы берете такую благородную миссию на себя, и вы подписываетесь, что вы несете всю ответственность, и ни в коем случае не получаете с этого никакой пользы, вот только тогда и вы подписываетесь, что вы несете полностью всю ответственность, тогда вы получаете только право называться мандаторией, являетесь мандаторией и несете всю ответственность. Скажите, пожалуйста, Англия получила мандат. Она с этого дела имела выгоды? Она очень много имела выгод, но она мандат не получила. Она правильно, юридически правильно сформулировать, что Англия добровольно согласилась помочь евреям создать на еврейской земле государство. Англия согласилась быть то, что называется по-английски bodyguard and moneyguard, или по-русски это называется телохранителем и хранителем денег. Вот что является мандатори. Мандатори не владелица, это телохранитель, инкассатор и все подобные вещи. И это буквально сформулировано в английском законодательстве. Вы считаете, что Англия превысила свои, скажем так, полномочия или свои права или обязанности, и она как бы делала совершенно не то, что положено делать инкассатору. Она начала этими деньгами, которые получила для перевозки, пользоваться. Она их прикарманила просто. Прикарманила, а, даже прикарманила. Скажите, пожалуйста, вот сейчас мы давайте посмотрим по несколько еще фотографий, прежде чем мы перейдем. Пожалуйста, покажите нам следующую фотографию. Это тоже, да? Это очень грустная фотография, чтобы люди просто понимали, почему какой-нибудь Уга Чавес в какой-нибудь Венесуэле начинает ратовать за арабов. Значит, когда у нас вот такие вещи проходят, то есть они кричат, что Палестина... То есть самое страшное оружие, которым сегодня владеют террористы, это интеллектуальное оружие, землю Палестины, палестинцами. Вот оно здесь говорит, что Палестина не для сейла. Палестина палестинцев, которых они выставляют, как будто бы арабы, являются палестинцами. И это является сегодня самым мощным оружием, против которого не могут устоять ни танки, ни вертолеты, ни ракеты. То есть вот этот вот слоган, да? Палестина для палестинцев. Вот давайте запомним, мы к этому вернемся. Это не только слоган, это прямо оружие, которое реально бьет танки. Хорошо. Вот еще одно оружие мы покажем. Вот такая ужасная, да. Это еще одна проколомация. Ни в коем случае мы ее не рекламируем. Мы показываем, чтобы люди поняли, на каких нотах играют, и как весь мир воспринимает эту ситуацию. То есть мы знаем, что мы хорошие, мы знаем, что мы никого не хотим, а весь мир нас видит не так. Вот как весь мир видит. Вот такие ужасные ситуации. Понятно. Информационные войны Израиль проигрывает все, до одной, к сожалению, до сих пор проигрывает. Да, но это как бы уже, это стало уже само собой разумеющееся, уже к этому все привыкли. Но мы их тоже выиграем. Скажите, пожалуйста, 19-й год. Вот мы сейчас говорим, Палестина для палестинцев. Правильно? Ни сомнений. Ваше утверждение. Вот я прочитал эту прекрасную книгу, которая называется «Комплексное решение проблем терроризма на святой земле». Первая часть. Только первая. Я надеюсь, что это еще будет следующий. Вы утверждаете, вот то, что я прочитал, вы утверждаете о том, что понятие Палестина, оно вообще не имеет никакого отношения к арабам. Несомненно. Но это утверждали все и многие. Некоторые написали даже лживые книжки на эту тему. Я сумел это доказать по-настоящему. То есть, если мы сегодня начинаем говорить «Палестина для палестинцев», то по большому счету, если возвращаемся к 19-му году, и мы сейчас с вами разберемся, почему, мы говорим «Палестина действительно для палестинцев». Но палестинцы, господа, это евреи. Несомненно. И как это правильно сделать? На эту тему пытались, дергались, что-то пытались сделать. Теперь, наконец, удалось найти шаг за шагом последовательность, как мы это буквально доказываем в соответствии с буквой закона. Давайте мы вернемся в 19-й год. Что происходит в 19-м году и как вообще все складывается? Кто был тогда еврей, кто тогда были арабы или мусульмане? Между кем заключается? Ведь был заключен договор между мусульманами и евреями. Пожалуйста, расскажите. Значит, договор, 19-й год, конференция, мирная конференция во Франции, и там заключается очень интересный договор, который, единственный договор, который когда-либо заключался между всеми арабами, которые когда-либо жили на территории бывшей Атаманской империи. Так и пишется, между всеми арабами, да? Так пишется лучше даже, я вам сейчас скажу. Дело в том, что договор этот подписывает глава делегации, а делегация, единственный раз в жизни делегация выбрана всеми арабами именно для подписания именно такого договора. То есть, что происходит после Первой мировой войны? Заседает Лига наций, она дает мандаты на создание государств. Например, была Австрия и Венгрия, созданы государства Австрия и Венгрия. И почти вся Европа была так создана. То есть, мандат не может создать государство. Он пишет, кто имеет право создать государство, кто не имеет. И в соответствии с конференцией Монтовиде, если будет время, это уточним. Итак, выдается мандат. Мы еще не дошли. Теперь, значит, собирается в 19-м году конференция, в которой есть две стороны. Есть представители арабов и евреев. Есть представители арабские, от всех арабов, воглавляя делегацию Файсал. Файсал. Да, знаменитый, великий Файсал. Он прямой потомок эмира Мекки. Эмир это, значит, он не только эмир, он еще и шрифт. То есть, он прямой потомок Магомета, их два брата. И они возглавляли. Он потом стал. Его полномочия никто никогда не оспаривал. Он потом был королем Ирака и еще ряд должностей. Мы об этом поговорим, о его истории. Итак, он приезжает на конференцию, возглавляя всеарабскую делегацию. Правильно я называю? Да, абсолютно правильно. Арабы специально до этого по доброй воле, значит, собрали, как и все остальные нации, провели выборы. Выбрали делегацию, которая полномочия решает именно этого класса проблемы. Территориальные, отношения с другими народами, все, что может быть. Он глава делегации, которого никто никогда, который считается героем, которого никто никогда полномочия не подбирал. Скажите, пожалуйста, они представители всех арабов или всех мусульман? Нет, он представитель всех арабов в данном случае. Понятно. И встречается он... Но при этом он прямой потомок Магомета. Понятно. И он отвечает за государство Хиджас, которое является государством Магомета, там, где Мекка и Емирина. Хорошо. Мы ему поверили, считаем так. И встречается он с делегацией сионистской, представителей сионистской общественности. За две недели до этой конференции он подписывает именно с сионистами договор о еврейской земле на Палестине, договоры. И все мы можем коснуться отдельных пунктов этого договора, где признается, самое интересное в этом договоре сейчас для передачи, на что ранее никто никогда не обратил внимания, там фигурируют три страны. Там фигурирует арабское государство, арабское королевство, арабское королевство и сионисты, и евреи. Итак, арабские... И Палестина, извините. И Палестина. Арабские государства, я ошибся. Палестина. Палестина. Значит, три различные страны. Арабское государство, арабское королевство и Палестина. Теперь давайте расшифруем, что это такое. Значит, что это такое, сейчас с удовольствием расшифрую, но этот факт уже о многом говорит. Секундочку, давайте расшифруем. Арабские государства, что это такое? Значит, арабское государство, там говорится, какое бы то ни было, предполагаемое, где бы то ни было и что бы то ни было. Оно государство хиджаз, в частности, характеризуется, это государство. Что такое арабские государства? Дело в том, что для этого создана эта делегация и арабские государства будут еще создаваться. То есть есть одни, такая как Сирия, например, древняя, Ирак древняя и возможно еще будут созданы другие государства или будет что-то переделать. Есть делегация, которая полномочна решать именно эти вопросы. Я вам могу зачитать, как я могу сказать. Секундочку, арабские государства. Дальше арабские что? Арабское королевство. Королевство, которое тоже? Да, которое там, где Мекка, Медина, это он представлял себе. И Палестина, которая не является из этого ни тем, ни другим. Уже из этого мы видим. То есть, секундочку, они четко оговаривают, что Палестина, они подразумевают как страну, как место, которое не является арабским государством и не является арабским королевством. И не будет являться таковыми. И представляет собой как место жительства евреев. Об этом подробно в договоре расписано. Да. Именно как место жительства евреев. Палестина. Именно Палестина вся. Так, по максимуму. Я к чему так очень въедливо, уважаемые телезрители, въезжаю как бы во все это. Во-первых, потому что это самое важное, к чему мы в конце передачи и придем. Потому что понятие Палестина, вот наш гость, как раз на этом строит очень интересную концепцию, которая должна полностью изменить ситуацию и, по крайней мере, отношение, происходящему на Ближнем Востоке. Значит, и так мы с вами выяснили. Арабские государства и арабская делегация, представляющая арабский мир, заключают с сионистами договор. Сионисты это Палестина, которую они прямо так и говорят. А мы, это арабские государства, заключаем договор о мире. И о еврейской земле. И о еврейской земле на Палестине. Итак, это 19-й год. У нас впереди начинается английский мандат. У нас еще начинается вот эта конференция, на котором ни один из арабов никогда не подверг этот договор сомнению. Огромная делегация. У них на конференции были все возможности. Если бы у кого-то были сомнения в правомощности этого договора, или в том, что что-то не так, или что кого-то изнасиловали, или, не дай бог, еще что-то, никто никогда претензий к этому договору не предъявлял. Понятно. Значит, таким образом Лига наций признает? Таким образом, потом на основании этого договора Лига наций издала мандат на Палестину. Все идет, начинается, можно сказать, от декларации Бальфура. Но о ней в данном случае нет смысла много говорить. Это замечательный документ, потому что у нас есть более серьезные документы. Одно дело, Англия что-то там декларировала, а другое дело, официальная арабская делегация подписала. И этот договор до сих пор никогда не подвергался сомнению, его невозможно подвергнуть сомнению. Понятно. И он потом был расифицирован всеми странами вместе с мандатом. Окей. Что же сделала Англия? Почему? Что произошло? Что она перевернула с ног на голову? Англия, к сожалению, вообразила себе, что Палестина – это колония. Палестина колония никогда не являлась. То есть она спутала два понятия – мандат и колониальность, да? Она, это не то, что по-английски называется honest mistake, это не ошибка случайная. Англия, как всегда, всю свою жизнь действовала по принципу «разделяй властуй». Я вот вам сегодня показывал совершенно у Писемского, это даже есть в романе Мещане. Это везде, это все знают. Если везде где-то что-то происходит, то есть я могу очень много на эту тему рассказывать. Вы, пожалуйста, формат передачи поставьте в каком… Такое огромное количество материалов, что я, значит, стараюсь… Я понимаю, поэтому я помогаю вам слегка выплыть, а иначе мы утонем, да. Так вот, значит, Англия всегда вела себя по принципу «разделяй властуй» и «престирай с альбион». То есть подлый альбион входит во все словари, и англичане никогда этого даже не скрывали. Подлый альбион. Да, это входит во все словари, вы это можете найти и даже у Писемского, и где угодно. В 18 веке и в 19 веке. И таким образом Англия таскала из Умруды, из Индии и из других стран. Об этом тоже можно долго говорить. Да. То есть это стандартная политика Англии всех перессорить и быть… То есть придя в Палестину, еврейскую Палестину, которую арабы признали, что это Палестина, это для евреев, придя туда, Англия подумала, что ей более удобно всех перессорить, как обычно. Поссорить арабов с евреем. Да. Более того, у нас здесь огромное количество материалов, я из них самое интересное вам скажу, что евреи с арабами вообще никогда не спорили. Например, когда впервые еврейская команда приехала, значит, палестинская футбольная команда была целиком еврейская, арабы, там, значит, было 59 команд в 1929 году зарегистрировано, футбольная. Команда под именем палестинская. В Палестину захотелось бы быть только евреи, захотели быть под именем палестинцы, никого не хватало, потому что все знали, что палестинцы – это евреи. И когда палестинская команда приехала в Каир, палестинскую команду встречали гимну Атиква в 1929 год. Потом то же самое в 1934 году, повторялось и в других. И никто не сомневался, что гимн Палестина – это Атиква. А скажите, пожалуйста, это мы с арабами разобрались, с арабами мы разобрались, а тыквой тоже. А вот евреи, все ли они, сионисты все воспринимали правильно понятие имя вообще, название Палестина, что это их? Потому что многие знают, что Палестайн – это немножко не еврейское. Значит, это здесь опять загнали безумное количество пропаганды англичане. На самом деле, говорит, что там кто-то из римских императоров, Константин, или еще кто-то пустил имя Палестайн, как назло. Все это совершенно не очень неправда. Имя Палестайн используется с XIV века до нашей эры в египетских стелах. Значит, это, если потом интересно, я могу это показать. Повторите, пожалуйста, с XIV века до нашей эры. То есть, XIV век до римлян, скажем так. Да, да, да. И это уже в Египте слово Палестина присутствует именно в отношении этих земель. И вообще говоря, очень похоже на то, что Палестина происходит не от Палестайн. Но это не суть важна. Важна этимология. А как евреи относятся к тому, что их как бы в 19-м году… Евреи относились к этому всегда замечательно. Например, The Palestinian Times, газета, которая сегодня называется Jerusalem Times. У меня, наверное, здесь вот в ней было, если это можно показать, вы знаете как. State of Israel. Да, вот она говорит, The Palestinian Post, говорится, State of Israel is born. То есть, Палестиниан Post, я не знаю, как правильно. Ну, то есть, газета Палестины, что… Покажите, вы знаете, как это делать. А, ну, вы можете подержать. Если это будет видно, значит, что создано государство Израиля, об этом пишет газета Палестиниан Post. Да, вот я даже не обратил внимания. Можно взять… Посмотрите, такое… Написано, The Palestinian Post. Да, конечно. Не Jerusalem Post, а The Palestinian Post. Нет, потом она стала называться так же самое, Palestinian Electric Company, с футболом, с другими. У меня, значит, сейчас вот на этом сайте я повесил информацию, можно выкачать, если хотите. Скажите, пожалуйста, скажите вам, но все-таки меня интересует, ну, неужели ни у кого, как говорится, подложечка не сосала у евреев, что вот их называют палестинцами? Нет, не сосала. Это совершенно нормально. Более того, я вам скажу, если вы зайдете на английский сайт, вы найдете, что фигурируют не Иерусалимский Талмуд, а палестинский Талмуд. Это официальное название. То есть, есть Вавилонский. В Иерусалиме не было написано ни одного слова. Так где, когда же произошло вот это вот, скажем так, головокружение и смещение понятий? Все это устроили англичане, как ни странно, а евреи наивно поддались. Ну, прямо вот такие наивные евреи, мне даже обидно за это стало. К сожалению, даже хуже, чем обидно. Это, наверное, тема может быть отдельной. То есть, они, англичане, вполне осознанно начали говорить, евреи это евреи, а Палестина это Палестина? Несомненно. Я думаю, что им немножко легче было. Тут и КГБ приложило свою ручку. Но, значит, им легче было. У них просто другого выхода не было. Единственное, за что они могли зацепиться, создали. А евреев много. Евреи как-то упустили, не подумали. Я пытаюсь оправдать, хотя, значит, ругать. Есть за что ругать евреев. Особенно юристов-профессионалов. И проблемы начинаются прямо от декларации независимости Израиля, которая семь раз ссылается на решение ООН, которое, вообще говоря, разделяет, а не создает государство Израиль. И дальше, дальше, дальше. Ну, как бы, это было доброе намерение, которыми вымощена дорога в ад. Это мы знаем, да? То есть, Организация Объединенных Наций, по большому счету, как бы разделила и дала двум. То есть, она уже признала существование двух народов на одной территории. Не совсем так. На самом деле, именно это решение провел Сталин и бегал, и потирал ручки. Теперь они долго там не помирятся. Теперь они долго будут воевать. Сталин точно так же, как и Англия, так и Сталин хотел, чтобы там была война. И, в общем-то, вот так вот это все сделано. Ну, а Сталину для чего это надо было? А Сталину нужно было... Против англичан? Да, против всех. Против французов, против всех? Против всех, точно так же, как разделяя власть. Примерно та же самая политика. Пока будет там война, он будет кому-то нужен. У Сталина тоже других методов. Если Англия еще иногда где-то железные дороги строила, то Сталин на чужих территориях железные дороги не строил. Он рассчитывал, он ставил свои колесные танки для того, чтобы по чужим дорогам гнать. Так что у Сталина те же самые намерения, только если англичане еще иногда что-то хорошее делали, в общем-то, для себя и для других. То Сталин... Вы имеете в виду железную дорогу к Иерусалиму, там, Петербург? Да, я даже имею в виду прекрасный пример, это Индия, которая характеризует... Просто англичане здесь даже не поняли, что то, что происходило очень далеко и давно, понимаете, там, 18 век, это вот здесь, постиндустриальная эпоха, после Второй мировой войны, когда уже реактивные самолеты летают, когда из Лондона до Иерусалима можно меньше, чем за 3 часа долететь, и когда одно дело никого не интересует какой-нибудь там индийский штат, а другое дело это Иерусалим, на который... То есть вы хотите сказать, что Англия поступила недальновидно, не понимая о том, что этот вот фитилек, который она там зажигает, в конечном итоге придет в Лондон? У Англии была многовековая привычка всех ссорить между собой, и, к сожалению, таким же образом они даже канал потеряли, значит, господи, суэцкий канал потеряли, и французы уже бесились, то есть там собственность, просто мы коснемся, если мы говорим об Англии, это прекрасно характеризует, значит, вся собственность там, в общем-то, была английская, и нужно было вводить войска для того, чтобы просто спасти свою собственность, так или иначе. Ранесоветского канала. 67-й год, если я не ошибаюсь сейчас. Израиль хотел в этом участвовать, но не хотел сделать первый шаг, значит, и вот это накручивается, и сохранились просто записи, совершенные совещания, когда французы уже топали ногами, кричали, мы уже не можем терпеть эту хитро вывернутость англичан, то есть уже нужно было свою просто собственность спасать, англичане думали, кого бы с кем перессорить. Англичане такие ввели в войсках, когда уже было поздно, всю свою собственность они там потеряли. То есть у англичан была настолько выработанная многовековая привычка ссорить и ничего другого не делать, что они даже сделали глупость не только для Израиля, они таким образом потеряли Суэцкий канал и много чего другого. Но вы прямо так характеризуете англичан, что мне немножко... А вы думаете, на пустом месте весь этот ужас сложился? Они и сейчас сами страдают. Тот ужас, который мы видим, я только намечаю его, такими действиями он и был создан. Да. Скажите, пожалуйста, а вот на Ближнем Востоке в это время была не только Англия, была и Франция. Она там Сирией владела и так далее. Это никаким образом не повлияло на ситуацию в Палестине? Это повлияло очень сильно. Но, во-первых, значит, что происходило с той же самой Францией и Сирией? Здесь опять нужно сказать, что, к сожалению, все книжки, которым мы привыкли доверять, говорят неправду. Например, говорится, что Йосифа Трумбельдора убили арабы. Значит, к сожалению, это полнейшая неправда. Вот недавно отмечали как раз годовщину. Там красивый памятник и прочее. Если вы откроете еврейскую энциклопедию, которая в конце 80-х годов, по-моему, была издана в Иерусалиме, откроете статью на Йосифа Трумбельдора, там будет так написано. Но не везде успели вымороть. Я по другим материалам потом искал, где в легальных материалах. Если вы откроете в той же энциклопедии материалы на тему Тель-Хай, то есть тот поселок, где всех убили, там будет написано, что англичане были очень обеспокоены усилением Сирии. Это на границе с Французской Сирией находится. Англичане создали бедуинское восстание. Йосифа Трумбельдора убили англичане руками бедуинов. Арабы к этому вообще никакого отношения не имеют. В 1920 году, когда это произошло, арабы вообще тогда ни с кем не воевали. Роль местных сеченцев, вообще говоря, выполняли бедуины. Мы сегодня, если вы даже посмотрите старые какие-то, даже художественные произведения, например, тот же Эксодус, там арабы не выставлены вояками, там вояки-бедуины. Более-то, бедуины при этом были честные люди. Они вели настоящий рэкет, они продавали защиту сами от себя. Бедуины свое слово держали. Арабы ни с кем не воевали, но подворовывали, у них это считалось нормально. То есть у нас сегодня полное смещение историй, что вообще происходило. Хорошо. Я надеюсь, у наших телезрителей не полное смещение еще, но мы вас заинтриговали, я надеюсь. Итак, полчаса передачи «Половина истекло», а мы еще с вами далеко не добрались до решения вопросов. Поэтому посмотрите рекламу, а потом возвращаюсь. Реклама. Уменьшают воспаление шейных позвонков. Best Australian Products предлагает удобный таблиц, ослабляющий боли в ногах. Не покупайте у других китайские подделки. Только наша продукция сделана в Австралии. All Medical Care – широко известная клиника, удобно расположенная в центре Бенсенхёрста в Бруклине. All Medical Care предоставит все виды лечения острых и хронических заболеваний. Терапевты Елена Бродская и Диана Теппер станут вашими семейными врачами. В клинике работают гастроэнтеролог и гипотолог Александр Бродский, офтальмологи Леонард Блей, Элеонора Орлов и Стэнли Илюша, психиатр Зинаида Любов и невропатолог Мира Шерер, дерматолог Дмитрий Казак и уролог Яков Рахман, гинеколог Рита Ябров, специалисты по заболеваниям Нокойна Блехман и Раиса Новофастовская. Весь комплекс реабилитационных физиотерапевтических процедур, электролечение, массаж и мануальную терапию проводит физиотерапевт Анатолий Староста. Уникальный коллектив высококлассных врачей сохранит и укрепит ваше здоровье, предотвратит развитие болезней. All Medical Care – это клиника для вас. Главное событие концертного сезона. Арт-группа Хор Турецкого на гастролях в Америке с новой программой «Музыка всех времен». Они покорили страны и континенты, сердца и души. Их концерты – это всегда откровение и эмоциональное потрясение. Не пропустите! Суперхиты легендарных – Beatles, Queen, Фрэнка Синатра, Джона Сена и Андрея Бачелли. Мировая опера, знаменитые мюзиклы и лучшие русские и еврейские песни. Хор Турецкого. From Russia with Voice. Я Лида. А я Софья. Мы лучшие подруги и всегда были похожи. И у нас обеих остеопороз. Но мы ведем активный образ жизни. Поэтому, когда я услышала про рекласт, единственное внутривенное средство против остеопороза, которое вводится раз в год, я сразу позвонила Софье. Мой врач сказал, что рекласт поможет укрепить кости и защитить их от переломов. Рекласт одобрен для многосторонней защиты от переломов, включая бедра, позвоночник и другие кости. Вам не следует принимать рекласт, если вы принимаете заметно у вас низкий уровень кальция в крови, проблемы с почками или если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Ежедневно принимайте кальций и витамин D. Сообщите своему врачу, если у вас возникли сильные боли в костях, суставах или мышцах, а также если у вас есть стоматологические проблемы, поскольку в редких случаях были отмечены проблемы челюстного отдела. Наиболее распространенные побочные эффекты включают гриппозные состояния, жар, боль в мышцах или суставах, головную боль, тошноту, рвоту и диарею. Ничто так не поддерживает, как старая дружба. Но что касается наших костей, то мы обе полагаемся на рекласт. Спросите своего доктора. Рекласт раз в году засчитана целый год для активных женщин. У вас диабет? Вам просто необходимо ежедневно проверять уровень сахара в крови. Компания Applied Medicals имеет государственную лицензию на поставку всех необходимых вам приборов. Звоните по бесплатному телефону и мы вам поможем. Документы мы заполним и напомним вам заказать новую партию. Доставка совершенно бесплатна к вашим дверям. Полностью покрывается Медикейр и Медикейт. Звоните Applied Medicals прямо сейчас. По вопросам размещения рекламы на RTN звоните. 1-800-222-27-86, добавочный 213. 1-800-222-27-86, добавочный 213. С вами Борис Тенцер и программа «Контакт по понедельникам». Мы с вами уже вели разговор о том, что хотелось бы больше знать историю Израиля, историю еврейского народа. Ну, даже те люди, которые, в общем-то, и не евреи, и не исповедуют иудаизм. Все равно эта земля и этот народ – это тот народ, который создал самую главную книгу жизни, Библию для многих религий. И поэтому знание истории Израиля, наверное, важно для всех. И мы с вами будем возвращаться и обязательно сделаем цикл по истории Израиля. Я обещаю вам, у нас подбираются интересные люди, и мы будем об этом говорить. Сегодня у нас тоже разговор, но, правда, как бы такой, знаете, маленькой, небольшой частью из этой мозаики огромного полотна, который называется «История еврейского народа и история Израиля». Мы взяли маленький совершенно осколочек, но интересный, но интересный. Йосиф Яков Лев, он автор оригинальной идеи о том, что можно спасти Израиль от терроризма, можно восстановить мир на этой земле, но для этого надо подойти к вопросу совершенно с другой стороны. Вот к какой стороне подойти и как все это выглядит, мы как раз и обсуждаем с Йосифом. Значит, я хочу сказать, что сейчас на ваших экранах будет номер телефона. Вы можете звонить, вы можете участвовать, но мы будем продолжать и с Йосифом тоже обсуждать и говорить, для того, чтобы у вас было более объемное представление о том, как же спасти эту землю от пожара войны. Йосиф, скажите, пожалуйста, мы с вами добрались до того, что Англия в силу своего характера, дурного характера, всех разделяет и над всеми властвует, и таким образом создает везде очаги войны. К сожалению, это так. Но вот сегодня есть то, что есть. Что же нам делать? С чего начинать? У вас есть идея? Есть. Я бы сказал, во-первых, все, что я здесь говорю, оно подтверждается абсолютно документально, законами и прочее. Более того, это прямой путь Торы. Есть такой в Торе воекра, есть принцип, значит, не стоя на открове брата своего. Это, по-моему, 19-16. Вы играли левитикус по-английски или левиты по-русски. Да-да. Значит, и на него все комментарии, на этот комментарий, это будет Сифра, Сифер Ахинух или Тараши, это все основа Талмуда. Я могу подробнее рассказать. Не надо, не надо подробнее, мы просто не выберемся. Мы сейчас решаем вопрос. Все комментарии говорят, ничего не говорят о том, чтобы стрелять, кого-то убивать, гнать, говорят, идите в суд. Идите в суд. Да, буквально комментарии говорят, что это обязан сделать каждый мужчина. То есть, это заповедь для любого мужчины, для любой женщины, в любое время дня и ночи. И ничто не может эту заповедь отменить. Буквально так пишут Сифра и Сифер Ахинух. Нет ничего для евреев. Да, вот с этого мы начали свою передачу с вами, что обращается в суд, чтобы посадить в тюрьму Ольмарта или кого-нибудь из израильтян. Что вы предлагаете? И защитить мы, и танками мы это защитить не можем. И танками мы тоже это защитим не можем. То есть, мы тоже, не мы, я имею в виду Израиль, израильтяне, должны тоже идти в суд. С чем? Очень хорошо. Вы совершенно правы. Значит, и даже если бы они не выставляли суды против Израиля, мы тоже нужно было бы идти в суд. Именно об этом говорит Тора. И просто непонятно было, что делать. Теперь мы нашли. Потому что люди думали, как это в суд, когда эти все вальтанутые, их даже судить нельзя. Не так. Хорошо, хорошо. Мы идем в суд. С чем мы идем в суд? Первое, значит, давайте возьмем маленькие, достаточно маленькие решения, нашли уже на все проблемы здесь. Мы идем относительно, то есть, проблему, которую легче рассказать и объяснить, проблему, как защитить солдат, которые защищают Израиль. Есть принцип во всех законодательствах любой страны, абсолютно любой, есть принцип, что вы не можете судить второго вора, не привлекая первого. Или, например... Второй вор, кто у нас? Второй вор, в данном случае, Израиль. Солдат. Израиль. Солдат. Кто у нас первый вор? Англия. Которая создала эту ситуацию? Которая эту ситуацию создала. Что вы предлагаете? Значит, как только мы подаем международные суды, абсолютно обоснованное обвинение, что Англия украла, причем на основании английского законодательства это делаем, мы на основании американского, на основании международного законодательства. Я готов рассказать прецедентные кейсы, разъяснения... Это потом, это потом, сегодня мы не успеем. Англия тут же теряет право кого-либо судить, а сегодня реально судит только Англия. В Испании подаются суды, реально судят, реально ловили... То есть, сегодня Англия является главным как бы судебным обвинителем против Израиля и израильских людей? Главным полицейским, главным тюремщиком, которые реально... Вы предлагаете, чтобы мы подали встречный кейс? Это можно так сказать. Но не мы, я имею в виду изюльтяне. Да, да. На самом деле лучше это делать... Что там должно быть указано? Лучше это делать не от имени Израиля, а от имени просто группы евреев или даже не евреев. Там должно быть указано, что согласно английскому закону о мандаторе, который разъяснен, есть два прецедентных кейса, есть разъяснение... Хорошо, мы все это... Значит, Англия не имела... Значит, это абсолютно еврейская земля... Мандатор, не владелица, не имел права 76% территории отдавать Абдалле, не имел другие вещи делать. То есть, Англия сознательно нарушила то, за что она подписалась. Равновесие в природе, скажем так. Равновесие. Англия просто украла. Например, 76% еврейской территории Англия украла и подарила своему шпиону в турецком парламенте, который там дошел до вице-спикера, Абдалла, и подарила ему Иорданию. Вот такое. Англия украла и подарила своему шпиону. Таким образом, она создала первые конфликтные разборки. Все конфликты она создала. Так она убила Иосифа Трумпельдора. Англия создала, я готов подробно рассказать, это страшный массикур 29-го года в Хевроне, резню. Когда арабы спасли в 10 раз больше людей, евреев, чем убили, убили бандиты. Это отдельный разговор, очень интересный. Англичане извратили все книжки. Значит, теперь, как только мы подаем, Англия, как первый вор, укравший, не имеет права судить другого за это преступление. Первый шаг, сразу Англия теряет вообще, как только мы подаем это дело, в общем-то, уже до выигрывания. На самом деле, мы его выиграем, то, что называется, как говорится по-английски, он техникалитис, а по-русски по-русски законам. Скажите, Иосиф, вот... Англия просто... Извините, я просто закончу фразу, я боюсь, что зрители не поймут. Англия, во-первых, там дальше, во-первых, Англия теряет вообще право судить Израиль, так как она сама еще больший преступник. Если Израиль может быть и преступник, мы с этим потом будем разбираться. Для начала предполагаем, что, возможно, в Израиль что-то где-то сделал не так. Возможно. Мы еще не разбирались. Но Англия явно была первой, Англия сделала, несомненно, больше. И кто угодно, но Англия не имеет этого дела. Все существующие на сегодня дела, дела против Хайпа Эльхейба, 8 лет получил, дела против Дарона Альмога, дела... Хорошо, хорошо. Значит, смотри, Иосиф, мы попробуем все-таки уложиться в оставшиеся минуты и все-таки объяснить, в чем мы можем спасти Израиль. Но вот давайте пару звонков, послушаем настроение наших телезрителей. Яков, Яков, это откуда у нас? Торонто. Яков Торонто? Массажусетс. Нот-нот. Да, Массажусетс. Здравствуйте, Яков, вы с нами в студии. Да, доброе утро. Только коротко, если вы хотите узнать ответ. Я хочу сказать, что ваш гость действительно все говорит правду. Я об этом слышал еще, когда был ребенком в 40-х годах. Все это абсолютно чистая правда. Но если говорить о том, что может спасти Израиль, то у меня мысль такая, что все, что говорит ваш гость, это действительно теория. А на практике спасти Израиль можно только одним единственным способом. Это спасти прежде всего Соединенные Штаты Америки. И вы знаете, о чем я говорю. Спасибо. Яков, спасибо вам. Наш гость Йосиф Яковлев. Вы что-то хотите прокомментировать? Спасение Америки через Израиль? Я постараюсь коротко. Америка хорошая страна. Она называется God bless America. Но я бы не хотел сейчас на это далеко отвлекаться. Нужно хорошо понять, что Америка преследует свои интересы. И, в общем-то, антисемит Киссингер довольно много сделал хорошего для Израиля. И Бзижинский сделал тоже антисемит. В общем-то, сегодня Америке это выгодно. Мы не можем на это полагаться, к сожалению. При всей любви к Америке мы не можем полагаться, что Америка будет Израиль поддерживать. Америка поддерживает Израиль настолько... Вечно не будет поддерживать. Да, вечно. Америка поддерживает Израиль настолько, насколько сегодня это соответствует американским интересам. И это правильно. Каждая страна должна заниматься своими интересами. Понятно. Евгений живет в Торонто. Здравствуйте, Евгений. Мы с вас слушаем. Евгений живет в Торонто. Евгений. Евгений, я. Я прошу прощения. Я. Да, Евгений, я. Вы меня не слышите. Торонто далеко. Алло? Да, говорите. Я хотела бы узнать, какие можно еще делать действия, кроме как говорить по телевизору, чтобы вот этот весь процесс начать сначала. Не понял? Что надо делать, чтобы всю эту историю поставить с головы на носик? Мы как раз пытаемся, нам осталось 15 минут, и мы все поставим. Спасибо, Евгения, за звонок. Спасибо. Итак, время идет. А нам надо выиграть здесь. Как ни странно, у нас ситуация отнюдь не такая страшная. Безвыходная. Во-первых, она не такая страшная. Значит, секундочку. Итак, мы с вами решили. Первое, что мы должны сделать, мы должны подать кейс обвинительный против Англии, которая заварила всю эту кашу. Потому что у нас есть 19-й год, когда объединенная делегация арабских, мусульманских государств подписывает договор о мире и признании Палестины как еврейского места обетования. Правильно? Правильно, но мы подавать кейс будем не так. То, что вы сейчас говорите, вы говорите на уровне справедливости. Это очень важно. Нам для внутренней мотивации. Но кейс мы можем подать только на техникалитис и выиграть на техникалитис. Мы должны подавать на букву закона. По букве закона мы берем английский закон о мандаторе. Мандаторе и подаем. Англия нарушила свой собственный закон и международный закон. Американский верховный судья примерно то же самое объясняет, что такое мандатор. Мы выигрываем кейсы не по поводу справедливости. Мы выиграем их на техникалитис, по букве закона. Вот это мне удалось сказать. Понятно. Итак, мы у Англии выиграли. Скажите, пожалуйста, очень важный момент, который я почерпнул из книги. Кстати, уважаемые телезрители, я думаю, что я сейчас... Возьмите ручку и бумагу, я вам дам телефон Якова, это Йосифа Якова Лео. И его сайт, где вы можете почитать эту книгу очень интересную. И вот этой книге я понял так, что этот вот лозунг «Палестина» для палестинцев, он прекрасен. Замечательный. Он для евреев. Конечно. Его надо просто взять этот бренд-нейм, забрать, и Палестина станет для евреев. Да, это второй ход, который я говорю. Значит, пока говорили о справедливости, не знали, что делать. Ход, значит, нужно... Мы не можем сразу попасть как на лифте на 101 этаж и решить абсолютно все. Мы должны шаг за шагом делать. И первый шаг, который удалось найти, то, что мы можем сделать, это мы должны говорить только о бренде. Бренд «Палестина». Бренд «Палестина» должен быть вернут, возвращен евреям. Да, и мы это можем делать тяжелым, как воровство, как боссеп, как то, что называется, есть ряд. Но проще всего это сделать lost and found, то есть потеряно и найдено. Неизвестно кто, неизвестно куда. Мы сегодня заявляем, это наш бренд. Хорошо, сейчас мы узнаем, что думают у нас жители. У нас столько звонков, но хотя бы немножко мы будем слушать. Натан, Балтимор, у вас очень мало времени задать вопрос. Я буду очень коротко. Прежде всего хочу поблагодарить вас за такую замечательность. Согласен, согласен. Я очень разогласился, слушая вас. Это действительно ясно, что человек, ваш гость... Говорите, говорите, Натан, говорите. Никаких комплиментов. Я говорю, в Черне, мне кажется, из Израиля просто не будет толку. Ничего не будет. Это несерьезное дело, если они не отстаивают эти позиции. И, по-видимому, должна произойти какая-то победоносная война, которая принесет мир. Понятно, Натан, все понятно. Только победоносная война. Хорошо, сейчас мы посмотрим. Тогда другого выхода нигде в истории не было. Хорошо, Натан, спасибо большое. Большое спасибо. Буквально одна фраза. Война. Война может происходить интеллектуальным оружием. Евреям пора воевать головой, а не только дубиной. То есть вы против войны? Я за войну, только вооружу. Она не решит. Столько лет не решила и сейчас не решит. Танки не решат. Не решит. А интеллектуальное оружие решит проблему. Генрих Бостон. Здравствуйте, Генрих, вы с нами. Здравствуйте. У меня есть вопрос к вашему гостю. Говорите. Откуда в Палестине появилось столько много арестов? Миллионы живут. Хорошо, все понятно. Вопрос понятен. Генрих, спасибо. Спасибо. Откуда появилось столько много арабов? И откуда возникло вот это вот все, что это арабское место? Ну, это два немножко разных вопроса. Значит, арабов появилось. Арабы потому и появились, что создали интеллектуальное оружие. Вот это Палестин. То есть они бегут под идеологию. Если бы у Ленина не было идеологии, он не сумел бы развалить Россию. Если бы там у Сталина, возьмите любое. То есть кто создал идеологию? Благодаря англичанам? Идеологию создали англичане из попустительства, к сожалению, правых. Я нормальный, так сказать, русский еврей. По всем статьям я правый. Но я понимаю, что правые просто упустили все. Правые думали, что танки решат проблему. Танки эту проблему не решат. Например, у нас в Бруклине есть совершенно замечательный раввин Калев Крелин. Он прошел армию вот в этих самых вязаных кипотах. Он сегодня, слушайте, он воевал в газе на танке, он снайпером воевал. Он понимает, что армия это решить не может. Он на своих руках это убедился. Когда приходят мужики с вот таким брюхом и кричат, что сейчас мы все это решим, отстреляем и все. Армия не может этого решить. Пора воевать головой. Хорошо, тогда у меня к вам есть каверзный вопрос. Вот вы сейчас, вот меня вы более-менее убедили. Я готов как бы помогать, чем могу. Вот пригласил вас, чтобы тоже все люди узнали. Вы обращались в Израиле к интеллектуалам, к политикам, к людям, которые могли бы услышать вас и как-то вам возразить или пойти с вами? Значит, очень хороший вопрос. Я вас благодарю за него. Во-первых, надо понимать, что очень сложно разговаривать с бюрократами, даже с хорошими. Значит, для того, чтобы это было легче, я буквально больше, чем над книгой, работал буквально над двумя-четырьмя листочками. Вот английского текста, который разъясняет, который предельно кратко разжеван. How to save Jerusalem, как спасти Иерусалим. То есть, сегодня это очень важно накануне Пейсаха. И это легче. Здесь легче понять, например, Иерусалима. Короче, танки нужны или нет? Танки нужно иметь, но нужно иметь, что называется, наш бронепоезд на запасном пути. Скажите, политики вообще Израиля могли бы это сделать? Или вот то, что вы говорите, прийти в суд с подготовленным этим делом, кейсом, как это называют, да? Это должны быть не политики, которые боятся потерять, я не знаю, свои кресла, а должна быть какая-то группа юристов, интеллектуалов. Кто это должен быть? Вы знаете, давайте два слова про политиков. Значит, мы все привыкли ругать политиков. Я бы ругал больше всех, но я хочу сказать, что у Израиля, в общем-то говоря, политики лучше, чем можно было ожидать. И это только благодаря врагам. Беда не в том, что они плохие или хорошие. Беда в том, что у них на сегодня не было очень давно, пока была идея сушать болото, это сделали. Дальше не было ни одной идеи. Никто не знает, потому что создание ядерного оружия не решило проблему, во многом даже усугубило ее. Как я вам сегодня рассказывал, страшные потери войны Йом-Кипур были обеспечены именно тому, что расслабились. Уже было три года, как создано ядерное оружие. Все были спокойны, у нас есть ядерное оружие, нам теперь все по колено. И произошел такой ужас, как тысяча еврейских пленных во время войны. Тысяча еврейских пленных, около тысячи убитых, около двух тысяч тяжело раненых. То есть такая война Йом-Кипур конкретно. Это страшнейшая потеря. То есть, может быть, для России это было бы победой. Для еврейского государства, для евреев, для людей это позор, это падение. Тысяча евреев в плен, когда попали. Понятно. Итак, у нас в гостях Йосиф Яков Лев. Я просил вас приготовить ручку и бумагу. Пишите. 718-891-62-64. 718-891-62-64. Это его домашний телефон. Поэтому будьте, я не знаю, вежливы, когда будете звонить. А вот его веб-сайт, на котором вы можете прочитать книгу, который вы можете составить свое мнение и после этого звонить. Раньше прочитайте книгу, раньше познакомьтесь с веб-сайтом, а вот после этого звоните и заявляйте ему, что он не прав. На веб-сайте пока больше английская информация на английском языке, к сожалению. Но вы готовите на ручку. Значит, смотрите, как это смотрится. Ну, во-первых, у меня есть, даже он напечатал. Вот видите, вам очень даже хорошо. Это как сердце Якова. У меня фамилия исходная была Яков Лев. Всем понятная. Вот она интересная. Очень фамилия на самом деле хазарская. Вот. Яков Лев через тире. Значит, мы договорились, что вначале люди читают, потом вам звонят. Лучше не наоборот. Скажите, пожалуйста. Итак, мы с вами продолжаем двигаться, но мы уже приближаемся к концу передачи. Скажите, мы с вами решили, что для того, чтобы как-то остановить то, что происходит на Ближнем Востоке, прежде всего надо защитить израильтян от попытки их судить и наказывать за то, что они в конвенченном итоге не виноваты. То есть, все те иски, которые подаются в разных странах и прежде всего в Англии, надо выставить свой. Грамотно выставить. Выставить грамотный иск против Англии, которая превысила свои полномочия. Прямо против ООН. Полностью обоснованный иск у меня готов против ООН. Как это не дико звучит. Я много лет работал над этим. Работал подробно. Тогда давайте немножко познакомимся с вами. Вы юрист, вы философ, вы психолог. Кто вы? Ну, дипломов несколько успевал я, скажем, если взять с этой тематики, то еще в 80-е годы Радио Свобода передавала мои работы политологические в самые рошауэр, самые важные времена. Вот, по первой профессии, когда-то, наверное, все-таки больше технарь. Вот, в ядерной физике много сделал. Когда люди кричат об оружии, я лично испытывал ядерные взрывы. Я лично три ядерных взрыва контролировал. В общем-то, представляю, что это. Как мы контролировали? Буквально контролировал своими руками. Хорошо, за счет. Платон, которые были сделаны в Якутии, да, последние три взрыва. Я лично отвечал за все геофизические измерения. Я тогда работал во внеядерной геофизике и геохимии. Само по себе очень интересная история, как, значит, с одной стороны КГБ гонял, а с другой стороны допуск. Мы не будем входить в подробности. Я прошу прощения, я иногда немножко вас останавливаю, но только потому, что я знаю, я столько с вами уже общался, я знаю, насколько вы переполнены информацией. И я хочу, чтобы наши телезрители, ну, как бы, успели что-то такое более-менее узнать. Спасибо, вы знаете формат лучше. Да. Ну, давайте послушаем нашего телезрителя, Йосифа из Нью-Йорка, чтобы немножко разбавить. Да, пожалуйста, Йосиф, да, слушаю вас. А ну, можно вопрос, да? Говорите, говорите. Окей. Значит, первым верховным комиссаром Палестины был назначен англичанами еврей, причем ортодоксальный еврей Геоберт Сэмюэлл. Ваш вопрос, ваш вопрос. Вопрос в том, что Геоберт Сэмюэлл сделал много беспорядков в Палестине, несмотря на то, что он был еврей. Как так сказать вот этот фактор? Хорошо, спасибо, Йосиф. Вы знаете, иметь, не дай бог нам иметь еврейского президента в Америке. Вот вам короткий ответ. Значит, более того, я не уверен, что он был ортодоксальным, он, несомненно, был еврей, и при нем вышли те самые и Белая книга 22-го года, и 30-х годов, и да, при нем и это самое. Не дай бог нам иметь еврейского президента в Америке. Почему? Что, евреи, как только садятся в кресло, начинают меняться и придают свой народ? Не поэтому, нет, евреи, пусть будут евреи в еврейском государстве, но не представители других народов, потому что он его разрывает, просто, ну как, он обязан представлять интересы Англии, теперь он должен доказать свою беспристрастность. Ирод представлял римлян, да? Ну, Ирод все-таки... Но он не был евреем. Он был евреем, он был гером. Гером, да. Он был еврейским царем, он был гером, и гер это почетно в израильском народе, вот, это отдельная громадная тема. Вот, важно то, что когда у человека попадается ситуация конфликта интересов, и там, где нееврей смог бы отстоять, еврей не может отстоять. Понимаете? Хорошо, последний звонок, господа, и надо его сделать с теплой страны. Это Флорида. Майкл, говорите. Только быстро, пожалуйста. Когда я был год на фронте... Я спрашиваю вопрос, пожалуйста, вопрос, вопрос, никаких осуждений. Вопрос такой. Вот что говорит, понимаете, вот Ахмениджан. Он прямо всем врет. Что евреи... Вопрос, ваш вопрос. Уважаемый Юсик. Все врут. Сейчас поднимается фашизм опять. Хорошо, все понятно. Спасибо, извините, у нас нет времени. Извините. Скажите, пожалуйста. Вот много говорят о Ахмениджане. Вы... Как вообще к нему относитесь? У меня совершенно замечательный ответ есть. Более того, он соответствует Торин, он будет немножко необычный. И неожиданный. Это все пушечное мясо. То, что арабы сегодня творят, это все мелкие, как по-английски называется, тип экспендаблс. Это пушечное мясо. Они не решают проблему. Вообще, просто, значит, есть системообразующие явления. И есть частички, винтики, шурупчики, которые играют арабы, в данном случае, просто винтики. И, в общем-то, они сами от этого страдают. Но Ахмениджан это винтик или это движущая сила? В данном случае, это всего лишь винтик. А где же есть сила? Если мы изменим ситуацию, вот все, что на сегодня создали, начиная от англичан, начиная, к сожалению, прямо от декларации независимости Израиля. То есть, если Израиль не может защитить своих солдат, значит, Израиль не существует как государство полноправно. Формально. По-настоящему, то есть, формула, то есть, в английском смысле, по-настоящему Израиль не существует. Израилю нужно дать, Израиль нужно вернуть к жизни по-настоящему. Понимаете, это все равно, что человек... То есть, если государство не может защитить своего гражданина... Это показатель того, что оно не существует, вообще говоря. Это вроде как нелегал. То есть, Израиль сегодня находится все еще на нелегальном состоянии. Буквально начиная с декларации независимости. Хорошо. Она 7 раз ссылается на решение ООН, а если завтра он скажет распуститься. Там прямо сказано, поскольку... То есть, вы считаете, что даже ссылка на ООН является порочной? Конечно. Если завтра ООН распускается, Израиль как бы повисает в воздухе... Если завтра велит... И, между прочим, Бен Гурион, кстати говоря, совершенно... К сожалению, он диплома не получил. Он категорически возражал против... Его обманули просто. Просто против этой фразы на основании... 7 раз. Да, да, да. Господа, господа, вы помните, да, что адрес Якова Лева вот такой. Яковлев.com. Через тире. Да. Значит, вы там читаете книгу, которую написал Яков Лев, Иосиф. И вы звоните по телефону 718-891-6264. Два вопроса, которые мы сегодня с вами решили. Если я не прав, вы меня исправляете. То есть, первое, это надо подать иск против Англии, как того, кто заварил эту всю кашу. Подать грамотно. И второе, попытаться отсудить бренд-нейм. То есть, отсудить имя Палестина. И тогда все начинает возвращаться как бы с головы на ногу, с ног на голову. Я не знаю, как это возвращается. Во-первых, мы уничтожаем самое главное оружие терроризма. Самое главное оружие, которое сегодня побеждает все танки, все ракеты, это вот эта вот идея вернуть землю Палестины палестинцам. И мы ее берем себе, и мы говорим, да, конечно, только это мы. И таким образом мы защитим Иерусалим. Как, например, сегодня все министры иностранных дел. Вот есть розовая мечта, сейчас мы всех врагов убьем. Да, но кто решил разделить Иерусалим? Министры иностранных дел всех стран-членов Европы. Вы можете убить, я ни в коем случае не призываю, просто гематетически убить всех министров иностранных дел, всех их граждан, которые решили, что Иерусалим должен быть разделен. Нет. Значит, надо начинать думать головой и те решения, которые я нашел. И ТОРа именно их требует. Требует от каждого. ТОРа говорит, что не выполнение этого, как на лото осе, это нарушение запрещающих запрещений. Йосиф, последний вопрос. Сколько времени вы спите днем вообще в день? Очень мало. Все время работаю, стараюсь делать это более понятным. Понятно. Йосиф Яков Лев, автор оригинальной идеи спасения Израиля. Спасибо. Вам спасибо. Огромное вам спасибо, Йосиф. Вы просто молодец. Вам спасибо. А если с чем-то мы споможем, я думаю, что наши телезрители смогут сделать все возможное. Дай Бог, мы не последний раз увидимся. Дай Бог. Я благодарен вам. Взаимно. Очень приятно было. И очень признателен вам, уважаемые телезрители, за то, что это утро, как всегда, вы провели вместе с передачей «Контакт по понедельникам», которую для вас вел Борис Стенсор. Всего хорошего и до новых встреч. Спасибо всем. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»